итак друзья мои всем привет сегодняшнее видео будет про одну прикольную интересную обалденно замечательную штучку для кухонного смесителя почему именно для кухонного смесителя потому что он был предназначен как раз для того чтобы работать на кухонном смесителе в общем это приспособление позволит вам использовать воду только по необходимости а также включать и выключать смеситель только одним движением руки в общем интересная штука мне понравился с первого раза поэтому я решил сделать ее ее обзор для вас чтобы вы тоже были в курсе что вы тоже знали что есть такие вещи которые придумывают умные умы для того чтобы облегчить нашу жизнь можно сказать и так вот такая вот упаковка здесь находится тот самый датчик примочка приспособления для смесителя который включает и выключает воду без рук а называется он магнус так в общем производство этого прибора ладно производство мода for германия мода for германия то есть для германии произведено для германии каким-то образом она попала к нам ну в общем как так открываем упаковку в упаковке у нас есть паспорт изделия в котором указаны характеристики данного приспособления данного ареатора способ монтажа на какие смесители его можно устанавливать на какие смесители устанавливать нельзя как его нужно подключить как им пользоваться как за ним ухаживать в общем все это указано и написано в инструкции по эксплуатации также есть технические характеристики которые я вам говорил ранее размер данного ареатора 47 миллиметров на 47 миллиметров и высота 79 миллиметров все указано в миллиметрах расстояние срабатывания сенсора боковой тут два сенсора один боковой один нижний чуть позже я скажу о них в общем боковой у нас от 1 до 6 сантиметров нижний от 1 до 10 сантиметров а допустимое давление воды от 0 0 5 до 0 8 мегапаскаль рекомендуем на температуру использования от 1 до 40 градусов тут непонятно потому что черточка стоит водосбережение один уровень и как понять тоже не понял вот так вот очень гарантийная карточка паспорт изделия все понятно перейдем к осмотру самого изделия деле у нас ареатор магнус она идет вот в такой вот упаковке выглядит в общем он вот так ну такое виде колба видная штука вариатор который у нас устанавливается на смеситель устанавливается он на смеситель как наружной резьбой так и внутренней для того чтобы установить на смеситель с внутренней резьбой вариатор есть вот такой вот переходник который меняет резьбу с одной на другую все просто то есть производитель заранее продумал что в монтаж был можно было произвести на любой смеситель который подходит по габаритам для данного вариатора так в общем понятно то что смеситель у нас можно устанавливать на наружный и на внутренний вопрос как же должен срабатывать данный датчик данный вариатор на смесителе как было сказано ранее у нее есть два индикатора индикатор боковой и индикатор нижней индикатор боковой вы включаете смеситель про butted проводя рукой вдоль индикатора тем самым смеситель включается и И работает постоянно до тех пор, пока вы не проведете рукой вновь для того, чтобы отключить датчик. Нижний индикатор работает в режиме использования. То есть, когда в поле его зрения появляется какой-то предмет, вода автоматически включается. И она идет до тех пор, пока предмет находится в зоне действия индикатора. Как только прибор уходит из зоны действия индикатора, вода автоматически работать прекращает. Вот такая вот нехитрая, вроде интересная, вроде простая, на первый взгляд, система работы ареатора. Очень просто. Провели, включили, провели, выключили. Все. Все довольно понятно. Дальше. Как же он заряжается? Многие могут подумать, что он работает от батареек, которые нужно постоянно менять, когда он разряжается. То есть, снимать этот ареатор всегда со смесителя, менять батарейки, в общем, монтировать его обратно. Эти движения, конечно, немногих порадуют, потому что не все любят заниматься сантехникой. То есть, откручивать, закручивать постоянно вот такие вот приборы. Скажу вам проще. Он работает от аккумуляторных батареек, которые можно зарядить. Здесь у него есть специальный USB-порт, через который мы можем заряжать этот аккумулятор. Для этого специально я взял пауэрбанк, взял провод, и сейчас мы попробуем зарядить данное приспособление. Так. Пауэрбанк у меня полный. Берем провод и подключаем к вариатору. Так. Интересно, а должно было где-то что-то загореться. Так, я еще не включил зарядку. Все, зарядку я включил. А, вот, кстати, вот он, датчик загорелся. Вот здесь вот видно, что датчик работает. Видите? Датчик показывает о том, что заряд идет. Соответственно, когда заряд будет полный, там либо загорится лампочка другого цвета, либо просто лампочка погаснет. Так что снимать вариатор со смесителя, когда он разрядится, не обязательно. Можно заряжать прямо вот таким вот образом, вот на смесителе, возле раквины. Это несложно. А переживать за то, что если вдруг он случайно включит воду во время зарядки, не стоит. Потому что, вот я провожу рукой, и индикатор не срабатывает. То есть, стоит защита, которая позволяет во время зарядки вариатору не работать. Защита стоит, вариатор не работает. Как только зарядку мы убрали, сразу слышим, как работает прибор. Как только зарядку мы устанавливаем обратно, зарядка пошла, звука включения-включения вариатора уже не слышно. Вот и все. Значит, производитель опять все продумал заранее, для того, чтобы было безопасно эксплуатировать данный прибор. Еще, что я хотел бы добавить от себя, для тех, кто решится приобрести данный вариатор, установить его себе. То, что высота смесителя, на который вы будете устанавливать данный вариатор, должна быть, как указано в паспорте, не менее 25 сантиметров. То есть, 25 сантиметров, представляете себе, потому что сам прибор почти 8 сантиметров, сам вариатор. Соответственно, если вы устанавливать будете на смеситель низкий, маленькой высоты, то представьте себе, вот эти 8 сантиметров у вас еще украдет вариатор. Ну и, в принципе, использовать данный смеситель тогда уже будет, ну, просто неудобно, потому что вы постоянно будете биться об этот вариатор. Он постоянно будет вас доставать своим нахождением на этом смесителе. То есть, использовать его нужно только в том случае, если он вам действительно будет удобен, и ваш смеситель предназначен по техническим характеристикам для установки данного вариатора. Еще хочу добавить от себя лично. Так как данный вариатор оснащен индикатором включения-выключения воды, соответственно, вы должны будете включить на кране воду. Включая на кране воду, при выключенном вариаторе, вода будет находиться под постоянным давлением. И, соответственно, давление в одной системе холодной воды, либо в одной системе горячей воды, где-то больше. И получается так, что вода из одной системы водоснабжения будет перетекать в другую систему водоснабжения. Это называется смещение. Это неправильно, так быть не должно. Но, поэтому, когда вы решитесь установить у себя такой вот вариатор, всегда подумайте о том, что перед этим вам еще нужно будет установить обратные клапана. Это нужно будет для того, чтобы во время работы данного приспособления вода никоим образом не производила смещение. А работала только так, как надо. Поэтому, видите, сколько нюансов нужно соблюсти, чтобы вот такой вот прибор оказался у вас на кухне. В первое время я гарантирую, что вы будете просто, находясь возле этого смесителя, вот таким вот образом включать и выключать его. А также вот таким вот образом испытывать его в рабочем состоянии. На этом, в общем, все. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что уделили время и просветились вот таким вот интересным прибором, который, честно сказать, меня удивил в первую очередь. Потому что я никогда не думал, что такое может быть, что такое вообще могут придумать для кухонного смесителя. Но в итоге оказалось, что оно есть. Удобен, работает в двух режимах. Экономит воду. Самое главное, как-то задуматься о том, чтобы хоть где-то можно было сэкономить. Покупаем, устанавливаем, пользуемся. На этом у меня все. Всем спасибо. Кстати, забыл еще сказать, где можно приобрести данный ареатор в Набережных Челнах. Партнером данного видео является магазин Мегасанд, который находится на 40 лет Победы. Вы можете подойти к ним на сайт, посмотреть другую сантехнику, которая, возможно, вас заинтересует, потому что там есть все, что вам нужно. От смесителя до унитаза. Также они работают под заказ, могут привезти вам все, что угодно. И вот такие вот интересные примочки там появляются в первую очередь. Мада Фром Германия. Ну вот теперь Мада Фром Россия. Всем спасибо, всем пока. До новых встреч на канале Перестройка 116. С вами был, как всегда, Ленар. Всем добра. Всем пока.